Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы новости – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ, новости Анапы-регион, студии Ирина Меркурьева и смотрите сегодня выпуски. У председателя Совета депутатов теперь есть заместитель. Масштабная ярмарка сельхозпродукции открылась на курорте. Иммунизация в разгаре. Самое время делать прививку от гриппа. Анапские школы выбирают президента. 14 вопросов рассмотрели депутаты города-курорта в ходе второй сессии Совета третьего созыва. Отвердили состав комитетов и избрали заместителя председателя Анапского парламента. Работу депутаты начали с поздравления главы Анапы с юбилеем. 55 лет – хороший повод для добрых пожеланий. После перешли к повестке дня. Первым рассмотрели вопрос о вручении мэру Сергею Сергееву медали за выдающийся вклад в развитие города-курорта. Выслушав и обсудив ходатайство общественности Анапы, депутаты приняли единогласное решение – поддержать. Третий созыв Совета только начинает свою пятилетку, а потому вторая сессия во многом была посвящена оргвопросам. Кандидатуру заместителя председателя парламента предложил глава Анапы. Сергеев высказался за Александра Ивановича Смирнова. Александр Иванович отличается качествами, которые есть у людей, которые ответственно подходят к исполнению своих обязанностей. Я думаю, что он будет работать очень плодотворно на этой должности. Единогласным решением кандидатура Александра Смирнова поддержана и утверждена. Утвердили депутаты состава постоянных комитетов Совета, а также перечень земельных участков для многодетных семей. Из него исключили уже выданные в остатке 204 участка – Цибанабалке, Супсехе, Гастагае, Уташе и Джигинке. Решение Совета, где можно ознакомиться с полным перечнем участков для многодетных, будет опубликовано в Анапском Черноморье и на официальном сайте Анапы. Завершила сессию объявления для депутатов. Народных избранников пригласили на встречу с ТОСовцами. Это нам необходимо, чтобы вы ближе узнали своих представителей ТОСов, тех, кто у нас занимается и организует эту работу, и во взаимодействии решать вопросы и проблемы населения. За круглый стол депутаты и общественники сядут 20 октября. Возможность продемонстрировать свою сельхозпродукцию и на месте заключить прямые договоры о сотрудничестве предоставила руководителям предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности АПК деловая встреча с потребителями, которая сегодня прошла в Анапском центре культуры Родина. Выставку посетили представители 70 здравниц и более 250 предприятий торговли и общепита из Анапы, Северского, Крымского и Абинского районов. По итогам мероприятия заключено 10 договоров о сотрудничестве и 219 договоров о намерениях. Более 700 участников встречи обменялись контактами с потенциальными бизнес-партнерами. 47 участников из разных городов Краснодарского края показали свою оригинальную и незабываемо вкусную, доступную по цене и, главное, полезную продукцию. Армавир, Сочи, Тихорецк, Новороссийск. География сельхозпроизводителей была широка, ассортимент еще шире. Глаз радовали около полутора тысяч наименований мясных, молочных, рыбных изделий, а также соки, вина, газированная вода и многое другое. В это уникальное многое другое можно смело включать хлебную колбасу, конфеты из фруктов и орехов, яблочную пастилу из нашего детства. Неужели возвращается в нашу жизнь здоровая, полезная, вкусная и недорогая продукция? Я хотел бы сказать спасибо своим людям, которые работают на комбинате, потому что благодаря их таланту, их искусству, вот это все родилось. И действительно, вы правы, сегодня очень много появилось новых хлебов, и бездрожжевые, и зерновые, и луковые, и чесночные, и батоны, багеты. И я думаю, что мы еще увеличим ассортимент нашей продукции, будем удивлять не только жителей города Анапы, но и его гостей. От имени главы города-курорта Сергея Сергеева участников деловой встречи приветствовал его заместитель Александр Колесников, отметивший, что основная цель мероприятия заключения прямых договоров между производителями сельскохозяйственных товаров и представителями санаторно-курортного комплекса, предприятий торговли и общепита. Начальник отдела координации розничной торговли и услуг рынков Департамента потребительской сферы Краснодарского края Эдуард Балмашев подчеркнул, Сегодня кубанская продукция конкурентоспособна не только в России, но и за пределами нашей страны. Это не раз уже подтверждала продукция коровки из кореновки. Комбинат развивается, и на каждой выставке у нас ассортимент добавляется. На сегодня у нас около 200 видов только цельномолочной продукции. Да, около 200 видов, как ни странно. Мороженого очень много, около 60 видов мороженого выпускаем. Поэтому в связи с обновлением ассортимента мы представляем новый вид продукции. Вместе с потребителями увлеченно пробовал и нахваливал продукцию местных производителей заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Сергея Орленко. В этот день покупатели выставки уходили с выгодными, вкусными и ароматными покупками. По благословению епископа Новороссийского и Геленджикского феогноста в Анапе состоялся крестный ход. Его организаторами выступило общество православной молодежи «Круг» и Центр патриотического воспитания «Ратмир». Велосипед выступили как средство передвижения, потому что это символ здорового образа жизни и движения вперед. Организаторы крестного хода отмечают, что с каждым годом участников становится все больше и больше. Да и возраст велосипедистов растет. В этом году самому старшему участнику 75 лет, а ребятня уже завсегдатый. Я не представляю этого праздника без нашей традиции. То есть я с детства, когда привык, что надо крестный ход, у меня как расписание. Надо вот и крестный ход, а без него даже не праздник будет. Прежде чем выехать на городские улицы, участники хода получают инструктаж от сотрудников госавтоинспекции. Более 100 велосипедистов в сопровождении машин ДПС проследовали по улицам города и Пионерскому проспекту. Конечной точкой стала часовня преподобного Серафима Саровского на территории санатория Жемчужины России. Протяженность следования составила 12 километров. Я с самого детства участвую в этом крестном ходе. Для меня это как традиция уже. Я очень рада, что опять поехала сюда, потому что для меня праздник Покрова ассоциируется как раз таки с крестным ходом. Крестный ход также приурочили к 270-летию со дня рождения адмирала Федора Ушакова и 70-летию Великой Победы. Для участников мероприятия провели экскурсию по мемориалу времен Великой Отечественной войны. Русь жива, живет и будет жить благодаря подвижничеству героев, простых даже людей, благодаря вере, которая неиссякаема, которую не истребить из души народной. У часовни прошел концерт, а завершилось мероприятие праздничным молебном. Юбилей сегодня отмечает одна из старейших библиотек курорта. Субсехской сельской библиотеки исполняется 70 лет. Библиотека – главный центр культурной жизни села. Здесь проходят литературные встречи, музыкальные вечера, отмечаются праздники, проводятся творческие мастер-классы. Уже 35 лет беззаветно заведует библиотекой Ольга Кудрина. Каждому читателю внимание. Жители Субсеха свою библиотеку любят и посещают достаточно часто. Когда-то вся библиотека составляла чуть более полутора тысяч книг. Стол, стул и керосиновая лампа. У меня в руках паспорт государственной массовой библиотеки. Он нам был дан, выдан вернее, в 1945 году. Такой исторический документ. Люди писали еще не шариковыми ручками, а писали чернилами. Для ребятишек детская библиотека – место интересного досуга. Почитать, поиграть, посмотреть мультфильмы. Здесь можно практически все. Работают кружки, проходят викторины и детские праздники. Поздравляем библиотеку старожилы и желаем только прилежных и бережливых читателей. На Кубани от гриппа привиты уже более миллиона человек. Иммунизация продолжится до 1 ноября. Всего планируется привить более 2 миллионов жителей края. В настоящее время вакцинацию от гриппа уже прошли свыше 1 миллиона 100 тысяч кубанцев, в том числе более 400 тысяч детей. Бесплатную прививку от гриппа в поликлинике могут получить дети от 6 месяцев, школьники и студенты, лица старше 60 лет, медицинские работники, работники сферы образования и сферы обслуживания. О плюсах и минусах вакцинации спорить можно долго. Но факты летального исхода пациенту от гриппа в наш век высоких технологий отметают все аргументы. Врачи-инфекционисты призывают непременно ставить прививки и обезопасить себя от серьезного заболевания. Причем в Анапе сделать это можно без отрыва от производства. В детской музыкальной школе график работы плотный. Выделить время на вакцинацию преподавателям сложно. Бригада врачей городской поликлиники по предварительной заявке без отрыва от учебного процесса провела вакцинацию коллектива всего за 30 минут. Прививку надо делать обязательно только для того, чтобы в учебном заведении меньше было инфекции. Приходит большое количество детей на уроки. Эльвира Борисова поначалу прививаться от гриппа не планировала. И зря, говорит доктор. Вакцина современная, стойкий иммунитет формируется за 3-5 дней. У меня были сомнения относительно прививки. Нужно ли ее делать. Но профессиональный доктор меня убедил в том, что действительно это важно. И через наши руки, так сказать, с общением проходит большое количество этих детей. Они, безусловно, приносят нам инфекции. Прививка – это разумная забота о собственном здоровье. Многие пациенты, как отмечают врачи, еще до начала вакцинации изъявляли желание сделать прививку от гриппа. Мы рекомендуем делать прививки против гриппа наиболее ослабленным слоям населения. Инвалидам, больным, которые астмой, хроническим бронхитом. Потому что именно они в первую очередь подвергаются заболеваниям и болеют очень тяжело. Пригласить в учреждение врачей можно по предварительной заявке. Вакцинация проводится бесплатно. В анапских школах сегодня единый день голосования. С 1 сентября в общеобразовательной школе номер 7 стартовал проект «Выборы президента школьного самоуправления». В ходе предвыборной кампании все 8 кандидатов в президенты представили свою программу действий. Провели пресс-конференции с избирателями, расклеили плакаты и листовки со своей предвыборной программой. В течение 45 дней в школе проходила разработка системы выборов, в рамках которой были избраны председатели комиссии из активистов школы. Чтобы сделать выборы более равноправными, были привлечены почти все учащиеся, включая вторую и первую смены. То есть это ученики с 5 по 11 класса. Недавно прошли у нас дебаты, в которых кандидаты выразили свои идеи, взгляды на жизнь школы, на ее устройство. Большинство их идей были положены в основу их предвыборной кампании. После выбора президента, президент имеет право набирать сторонников, соответственно, которые будут помогать регулировать школьную жизнь нашей школы. У Владимира Ковалева, ученика 11 класса, есть идеи, как усовершенствовать школу. Он уверен, что успех зависит не от возраста. Я просто озвучил свою программу, которая состояла в том, что мы собираемся помогать детям-инвалидам, то есть собираемся их, так сказать, пристроить в нашей школе. Просто сделаем так, чтобы они не отставали от обычных учеников, они также будут участвовать в системе самоуправления нашей школы и так далее. Избранный президент будет участвовать в совещаниях, предлагать свои идеи и воплощать их в жизнь. Такая программа поможет ребятам при поступлении в высшие учебные заведения города и края. Победители определят путем традиционного подсчета голосов. Анапа любит КВН. В городском театре проходят финальные игры Центральной Краснодарской лиги КВН. Анапа уже не первый раз принимает у себя КВНщиков. Если в начале сезона было трудно определить лучших, то к финалу лидеры уже сформировались. Команды из Якутска, Москвы, Ставрополя, Брюховецкой, Новороссийска, Абхазии и Самары показали, что КВН – это не просто свой маленький мир, а целая отдельная планета. Вот скажите, зачем вы вообще воруете? Просто мы криптованы. А, насколько я знаю, это болезнь? Вообще-то это фамилия, мы евреи. Команда из Брюховецкой не новички в игре. У них уже свой стиль юмора. Мы уже в этом году играли в премьер-лиге у Александра Маслякова-младшего. Чуть-чуть не получилось. Вот пришли сюда, чтобы снова приехать и доказать. Светлана Листова играет в КВН более 15 лет. Анапу любит, как родной город и с удовольствием пробует себя в качестве жюри. Люблю Анапу, как никакой другой город в нашем крае. Очень люблю Анапу, потому что здесь добрые люди и, естественно, КВН. Споры о том, что КВН уже не тот, в последнее время все чаще бытуют среди молодежи. Анапчане с большим удовольствием приходят посмотреть выступления команд. КВН уже не тот, он поменял полностью русло. Последний год это видно. КВН стал интересным по-своему, новым и оживился. Три совершенно разных по стилю конкурса. Приветствия, пять новостей, где важен текстовой юмор и фристайл. В результате игры чемпионами 14 сезона Краснодарской лиги КВН стала сборная команда из города Ставрополя. Второе место досталось сборной Брюховецкой. Ну а третье почетное место заняла команда из Абхазии «Мои золотые». Завершит выпуск прогноз погоды. В пятницу 16 октября в Анапе малооблачно с прояснением, без осадков. Температура воздуха днем плюс 8-13 градусов. Ночью до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 12 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступные и качественные одежды для детей и взрослых «Модная школа». Можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.